На старт российская сборная по хоккею провела первую ледовую тренировку. На сбор вызвали 28 человек, 9 из них в основном составе. Овечкин пока не приехал, но уже восстановился после травмы и забивает в каждом матче. Перед Олимпиадой хоккейными новостями интересуются практически все. И практически все считают, что понимают в ледовых побоищах не хуже третьяка. Кричать надо шайбу, когда наши атакуют. В хоккей играют настоящие мужчины, а в тяжелый бой идут пятерка и вратарь. А вот понять, чем занимаются на льду люди с камнями, это уже задачка для знатоков. Мой коллега Петр Дерягин разбирался, что это за спорт такой, где олимпийским чемпионом может стать пенсионер, где снаряды похожи на домашнюю утварь, а понять правила можно лишь научившись играть в шахматы. И оказалось, что вовсе не умение подметать главное в керлинге. Звук скользящего по льду камня сопровождает европейцев столетиями керлингу шесть веков. По одной из версий название от шотландского глагола кер – рычать, реветь. И до сих пор этот спорт называют игрой в ревущие камни. Во многих странах, например в Канаде, керлинг почти так же популярен, как хоккей. Но если видишь игру в первый раз, хочется спросить только одно – что здесь происходит? Две команды по четыре игрока. За период или энд, как его называют в керлинге, каждый игрок бросает по два камня в дом. Игра длится 10 эндов. Очки начисляются за снаряды, которые к завершению энда оказываются ближе к центру, чем любой из камней противника. Мало с ювелирной точностью, с расстояния 40 метров попасть в цель. Нужно просчитывать все на несколько ходов вперед. Например, прикрывать свои снаряды камнями-защитниками. Иначе противник одним броском лишит шансов на победу. Сила удара камня о камень, как у пятикилограммовой кувалды, бьющей по наковальне. На Олимпиаде в Сочи снаряды ударятся примерно 16 тысяч раз. Ни одна порода не выдержала бы, но камни для керлинга из самого прочного гранита, на планете, с острова Эйлса-Крейг в Шотландии. Зелёный гранит идёт на основу для камня. Его состав уникален. Если эта порода и начнёт разрушаться, то не расколется, а будет лишь немного слоиться. В другой руке у меня гранит-блюхоун. Из-за водоотталкивающих свойств мы используем его для скользящей поверхности. Пробовали в России, на Урале пробовали сделать камни. И дело в том, что ничего не получилось, потому что плотность гранита была другой, а не кололись. Первые снаряды походили на булыжники. Современные камни абсолютно гладкие. Полируют алмазной пудрой. Вес 19,96 килограммов. Ни больше, ни меньше для идеального скольжения. На дне впадина, то есть со льдом, соприкасается лишь тонкий ободок. Меньше площадь касания, меньше сила трения. Значит, скользить будет быстрее и дальше. Броски точные и сильные. Но рука только чуть придерживает камень. Импульс снаряду даёт толчок ногой. И спортсмен скользит по льду почти на шпагате. Нужна идеальная координация. Направление камню задаётся положением тела. Ещё хитрый снаряд закручивают. Из-за этого камень будет поворачивать на языке кёрлинга. Валить. Иногда мы с ними разговариваем. Вали, зайчик. Ещё, ещё немножечко. Уговоры бесполезны, если свиппинг никуда не годится. Так называется натирание льда щёткой. Но зачем вообще нужно свипповать? Ответ на поверхности. Льда. В кёрлинге он покрыт замёрзшими каплями. Если бы капелек не было, лёд был бы плоским. И плоский камень по плоскому льду катился бы, например, как кусок пенопласта по стеклу. Размер капель должен быть одинаковым. Поэтому самую верхушку срезают специальной машиной, как бритвой. Получилась у нас недельная такая щетина. Сейчас мы сделаем из неё трёхдневную, потом однодневную. Однодневная будет в самый раз. Теперь в ход идут щётки. Если сильно и интенсивно тереть, температура льда меняется на пару градусов. Капли подтаивают, и камень может скользить ещё дальше на водяной плёнке. Представьте, вы кнули футбольный мяч, но он не докатился до ворот. Ничего не поделаешь. Но в кёрлинге, когда спортсмен понимает, что камень не доедет до нужного места, можно просто начать тереть перед ним лёд. Мы можем пробегать щёня камня где-то на 5-6 метров и подправить спорную шторию до метра вправо или влево. Раньше были мётлы. Сегодня щётки для кёрлинга прочнее стали. Делаются из карбона или стекловолокна. Ручка должна выдерживать давление до нескольких десятков килограммов, но весит не больше 300 граммов. Насадка обтянута кордурой, материалом, разработанным для армии. Оттолкивает воду сверхстойки к истиранию. Необычные у кёрлингистов и ботинки. У обуви для кёрлинга два главных свойства. Во-первых, она должна быть очень устойчивая, ведь практически постоянно приходится бегать по льду со щётками. И в то же время, когда камень бросают от ботинка, требуется, чтобы он шёл как по маслу. Как же в одной паре обуви сочетается два таких разных свойства? На самом деле всё просто. У кёрлингистов разные подошвы. Одна из эластичной резины, другая из сверхскользящего материала, хорошо знакомого всем домохозяйкам в мире. Это теклон. Да, тот самый, как на сковородках. Ящница не пригорает, а кёрлингист скользит, потому что теклон вообще не смачивается. Вода просто отталкивается от материала. Скользит такая обувь даже лучше, чем тающий лёд. Это очень важный камень. Домохозяйка Татьяна Грибова удивляется. Тереть лёд, что в этом может быть сложного? Я думаю, что это абсолютно несерьёзно. Я тоже смогу взять швабру и точно так же тереть полы интенсивно, активно, как девочки в кадре. Тогда проведём эксперимент. Сможет ли Татьяна справиться со щёткой для кёрлинга так же легко, как со шваброй? И обогнать на льду профессиональную кёрлингистку Анну. На старт, внимание, свип. Профессионал Анна уже на старте врывается вперёд. Татьяна держит щётку неуверенно. Кёрлингистка уходит в отрыв. Финиш. Сложно отдышаться, как будто ты поднялся на 15-й этаж, как минимум, на скорости. Полторы тысячи килокалорий тратится за трёхчасовую игру. И правда, всё равно, что подниматься по ступеням все эти три часа. Но у льда один игрок натирает до двух с половиной тысяч квадратных метров. Это как помыть полы в 150-й комнатной квартире. Хотя работать щёткой, как шваброй, конечно, бесполезно. Спортсмены, когда свипуют, у них, конечно, подлетают, грубо говоря, ноги. Они очень это быстро делают и тщательно. Значит, весь вес тела переносится на щётку. И выполняются максимально частые движения. Научный центр подготовки сборных команд России. С помощью технологии захвата движения, как в фильме «Аватар», учёные составляют для нас компьютерную модель кёрлингистки, натирающей лёд. Установленные на любую часть тела эти датчики помогут точно определить её положение, скорость и другие параметры. По результатам тестов оказалось, физический свипинг – самое тяжёлое действие. В кёрлинге огромная нагрузка на бицепсы, трицепсы, клещевой пояс, пресс и мышцы спины. С мытьём полов общего действительно мало, а пульс во время натирания льда подскакивает до 180 ударов в минуту. Много где можно встретить такой же пульс – это и бег, и поднятие тяжестей. Но физическая подготовка и снаряжение вряд ли сыграет роль, если не обладаешь холодным умом. Кёрлинг называют шахматами на льду. Только есть одно отличие. Вот, например, в шахматах мимо клетки ты не поставишь, а в кёрлинге ты можешь ошибиться. Это боулинг, бильярд и шахматы вот три в одном. На стыке вековых традиций и современных технологий на самом деле больше всего кёрлинг похож именно на кёрлинг. Вид спорта уникальный во всём. И как бы не рычали камни, есть те, кто их усмирит. И от кого не ускользнёт победа. Кёпо Терягин, Первый канал.